Согласно последним статистическим данным, Крым, наша малая родина, один из наиболее притягательных регионов для жизни. Я говорю о том, что многие россияне приезжают и покупают здесь у нас жилье. И сейчас мы убедимся, что же на это влияет. У нас в гостях сегодня потрясающая женщина. Зовут ее Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Благодарю за очередное приглашение. В который раз бываю у вас на утреннем эфире. Всегда из-за кулис восхищаюсь тем, как вы умудряетесь быть такими бодрыми и озорными в столь ранний час. И рассуждать на темы будущего дня с таким оптимизмом. Мы сейчас вас научим. Давайте поговорим об этом. Появилась новость о том, что власти Крыма ведут ограничения жилой застройки южного берега полуострова. Почему именно южного берега? Почему появились такие ограничения и с чем они связаны? Я думаю, что на это не стоит смотреть как на ограничения в каком-то жестком смысле слова. Мне кажется, эта инициатива говорит, во-первых, о том, что пришла пора обратить самое пристальное внимание на сохранение ландшафта, на создание цивилизованных правил землепользования землей, находящейся в таком благодатном краю, как южный берег Крыма. Поэтому нет необходимости вокруг этого делать инфоповод с негативной окраской. Это все правильно, это все здорово. Мы, конечно, будем ждать и смотреть, как он будет работать в реальности. Но в целом это правильная инициатива. Потому что мы же с вами крымчане, любим Крым, восхищаемся, стремимся бывать на берегу. И часто мы с вами свидетели того, как он нехорошо застраивается и из-за этого теряет массу своих привлекательных черт. А эта инициатива как раз про то, чтобы наконец-то все это пошло в более грамотном русле. Итак, все-таки давайте поговорим о том, ландшафт, наша природа, уникальные климатические особенности. Именно это сюда притягивает новых жильцов, тех, кто переезжает сюда строить свои дома и все-таки собирается здесь растить детей, внуков. Вы знаете, это моя такая любимая тема, которую я всегда получаю к разговору в ответ на то, когда люди узнают, откуда же я родом. И поговорить о Крыме, о том, насколько он прекрасен и насколько показана любому человеку свою жизнь провести именно в Крыму. Знаете, как старый комсомольский лозунг, да? Я могу об этом говорить много и с удовольствием. А вот что сюда влечет людей, то, конечно, этот уникальный набор факторов, которым нам с вами достался по праву рождения в этом регионе. Вот. И то, как нам с вами удастся его сегодня сберечь, преподнести и развить, зависит будущее, ну, не только наше с вами, но и наших детей. Поэтому на нас это ответственность, поэтому очень важно, чтобы подобные инициативы были. Очень интересно, что взят во внимание именно Южный берег, то есть с другими. Конечно, это же наша сокровищница. Да, но почему не наблюдается такой тенденции с другими частями Крыма, потому что там же тоже идет застройка, то есть не только на Южном берегу. Вы знаете, ну, я так думаю, что это происходит потому, что на другой территории Крыма у нас с вами есть еще простор для того, чтобы что-то, скажем так, уметь, суметь попробовать, и если вдруг что-то пойдет не так, испортить. На Южном берегу Крыма мы исчерпали этот лимит, понимаете? Мы уже растерзали эту землю до такой степени, что там не осталось ни территории для грамотных рекреационных зон, для создания каких-нибудь санаториев и отелей, которые мы с вами любим посещать на побережьях других морей, скажем так. Поэтому, что касается остального Крыма, степного и пока еще имеющего просторы для развития, там в этом нет необходимости. А Южный берег, он совершенно верно и своевременно, а на самом деле это должно было произойти лет 50 назад как, чтобы он стал планироваться с точки зрения градостроительства уже с учетом того, что эти земли, они невосполнимы. И нужно всегда, когда девелопер берется за работу на участке, он должен 7 раз, 70-700 раз отмерить, прежде чем закладывать свой первый кирпич, а ответственность по строительству на Южном берегу Крыма, она в Кубе важнее, понимаете? Как раз по поводу строительства. Если вот посмотреть на Крым сверху, да, как карта, то есть самое дорогое жилье где? Это Южный берег Крыма? Это Ялта. Это, конечно, Ялта. То есть даже Симферополь, даже центр и город Герой Севастополь. Симферополь и Севастополь мы на втором месте. Понимаете, в Севастополе и в Симферополе гораздо шире рынок предложений. Ялта очень ограничена в плане новостроек отсюда и рыночная стоимость гораздо больше. Но я думаю, что это отрегулируется в ближайшее время, ну, учитывая то, как мы развиваемся. Ялта становится доступной для застройщиков, привлекательной. А такого рода инициативы, они будут приводить к тому, что в Ялту будут приходить только грамотные, цивилизованные застройщики, способные в существующих ограничениях предлагать экономически выгодные и социально, скажем так, востребованные, интересные проекты. То есть в целом такая, с первого взгляда, казалось бы, неоднозначная тема, да, все-таки будет развиваться положительным образом. Положительным образом повлияет на полуостров. Смотрите, тема однозначно правильная. Дай бог, чтобы она однозначно правильно реализовывалась. У нас же, как бы, вопрос трактовок и толкований иногда остается, ну, вот, какой получится. Поэтому, в принципе, ограничения по строительству на Южном берегу, особенно в Приморской зоне, там, где уже нам с вами просто хочется гулять и дышать, а мы натыкаемся на новые объекты, он должен быть. Мы живем в Крыму, как вы уже сказали в начале интервью, пользуемся всеми благами, которые нам здесь предоставлены. А вот один серп как-то сказал... Да, Лурен Брегович. Да, как-то сказал... Это прям цитата дня. Не безизвестный серп. Да, что надо скорее покупать жилье в Крыму. Ой, он такая умница, он совершенно прав. И если он предложит, если он сделает фокус внимания на нашей недвижимости для европейского сообщества, это будет очень здорово, потому что европейский капитал нам не повредит однозначно. С другой стороны, они будут носителями других требований и ожиданий к недвижимости, что будет здоровым импульсом для нашего развития в целом. Потому что понравиться зарубежному покупателю, это задача не из простых. Ну, на самом деле, жилье в Ялте, как вы уже сказали, считается одним из самых дорогих. Если сравнивать с заграницей, то какие у нас здесь могут быть зазоры? То есть там больше, здесь больше как... Мы следим вообще за какими-то тенденциями ценовой политики? Несмотря с чем сравнивать, скажем так, допустим, относительно испанской недвижимости, южный берег в концентрированном виде, там, вот вокруг Ялты, скажем так, большая Ялта, он плюс-минус сопоставим. Болгария располагает куда более доступной недвижимостью, да. Италия тоже как бы вместе с Испанией слегка нас опережает. Но опять же, у нас, к сожалению, нет такого ассортимента, такого богатства выбора с точки зрения недвижимости. Потому что чем наш рынок представлен? Либо фешенебельными вилами, стоимость которых там миллионы долларов, да, либо достаточно типовая многоэтажная застройка на южном берегу. А разного рода сегментов, комбинированных, да, интересных, с хорошей инфраструктурой внутренней, у нас такого, к сожалению, нет. Стоит ли ожидать этого в перспективе, что все-таки вот средняя ценовая политика на жилье у нас будет? Не будет. Не будет. Я думаю, что, ну, вот смотрите, сколько мы с вами живем, разве мы когда-то были свидетелями снижения хоть чего бы то ни было? Поэтому то ли органический рост, то ли рост в силу каких-то экономических факторов, он будет неизбежно. Но в любом случае, что касается приобретения недвижимости, вообще своего фокуса на этой теме, его стоит наводить тогда, когда это действительно нужно. Когда это жизненно, как бы, обстоятельства складываются так, что вам пришло время этим озадачиться. К сожалению, время потихонечку подходит к нашей беседе, к концу. Вам огромное спасибо за то, что встретили это утро в нашей компании. Ну, а нашим телезрителям я передаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Ну, а мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей рубрике. И давайте же узнаем, что за новости интернета подготовили наши корреспонденты. Продолжение следует...